Дорогие друзья, всем доброго дня и отличного настроения. С вами команда Николая Сомсикова, агентственности Титул. Меня зовут Артем и сегодня я приехал в село с названием Грушевская. Это Александровский район Ставропольского края. И, собственно, нашел просто замечательный, великолепный дом для вашего переезда на юг. Заезжай и живи, все увидите последовательно. Друзья, что касается нашего расположения, мы находимся в пределах от городов Кавказских минеральных вод. Первые, конечно же, минеральные воды в 104 километрах пути по асфальтирной, хорошей дороге. То есть еще и ремонтные работы частично проводятся. Где-то какие-то места заменяют проблем с продвижением на транспорте, на своем, либо на общественном, который будет сюда приезжать, никаких не существует. Далее районный центр села Александровского находится в отдалении 36 километров. Также это самое крупное по протяженности село в России. Из инфраструктуры там есть также абсолютно все. О нашей немножко также подробно вам скажу немножко попозже. Что касается дома, друзья, ну постройка, вы видите, позади меня. Она сделана полностью вся из бетонных плит. Давайте начнем сначала. Первое, это фундаментные блоки, также армированные бетонные. Следом у нас пол, это строительные плиты, ну вот как перекрытие, знаете, делать в пятиэтажках. То есть двадцатка примерно, с такими дырками плиты бетон. Уложены в пол и в перекрытие, что интересно. Далее стены у нас также сделаны из бетонных плит по типу панельных пятиэтажек. То есть дом у нас практически вечный будет стоять. У нас ширина стены, ну около сороковки. Мы так на взгляд вместе с хозяином сейчас ходили смотрели. По дому стоят все металлопластиковые окна. В доме чисто, никакой сырости, плесени, грибка нет, множество. А даже практически вся мебель будет оставаться на ваше пользование. Кровля сделана из шифера. Сейчас ребята проходили, задали вопросы, что снимается, для чего и кто будет сюда переезжать. Я и говорю, что, собственно, скоро мы и узнаем, потому что данный дом будет на продаже недолго. Это я уверен полностью, что покупатель, счастливый покупатель найдется в кратчайшие сроки. Друзья, далее уже что касается нашего участка. Ход постройки все сделаны из камня. В основе это будет ракушечник, бурлатский камень. Возможно, вы во многих роликах его увидели. То есть живность, заводите сколько угодно. Все это будет отлично выглядеть. И у нас вот через дорогу людей, козочка на колушке, на меня предстоит смотреть, немножко покажу попозже. Ну и огородная часть, ровный участок. Плюс у нас еще на участке есть скважина глубиной более 20 метров. Соответственно, поливайте сколько хотите, наполняйте бассейн и просто мойте машину, поите хозяйство. И сад уже в конце, в окончании нашего участка. Следующая улица соприкасается к нам только огородами. То есть вы контактировать с ними практически не будете. Еще и есть место для заезда трактора. Прям на ваш уже участок, там, мотоблок, что угодно, есть откуда приехать. Ну и дальше, друзья, у нас, смотрите, гараж с правой стороны для вас, меня сейчас с левой стороны. Собственно, эта постройка полностью вся из шлакоблока. Высота въезда отлично. Вмещается три автомобиля, есть смотровая яма, состояние классное. Хозяинам все это проверено по вместимости. Ну и дом, то есть это еще не окончание, левая сторона по углу. Дальше навес, это также наши территории и владения. То есть вы можете и крупную технику сюда завести, вплоть до КамАЗа, даже на участок. И следом еще и отдельно хоздвор. Все выглядит замечательно. Конструктив дома, друзья, следующий. Первое, это у нас, естественно, прихожая. Дальше мы упираемся в ванную комнату. У нас санузел будет разделен, причем ванная достаточно хороших масштабов. Там еще и душевую кабину спокойно можете поставить. Либо в пол душ, кто не особо любит принимать ванну. Вот такие дела. Следом у нас коридор. Ширина отличная. Ставьте хоть столы, празднуйте мероприятия. Три раздельные, то есть изолированные комнаты. Зал и, естественно, две спальни. По пространствам прям замечательно. Двухспальные кровати, шкафы, комоды, столы. Все вставится. Перемещение у нас будет неограничено. Естественно, кухня. Кухня вся остается вместе с плитой. То есть никто ничего забирать не будет. Из кухни есть дополнительный второй выход на участок. То есть на террасу сначала предварительно. И в этом коридорчике небольшом располагается котел. И сделана сушилка. Ну и, естественно, туалет это отдельная комната. И еще одна комната дополнительно под гардероб. Конструктив, друзья, классный. Напоминаю, что номера будут в описании. Просто будьте первыми, звоните, интересуйтесь. И переезжайте в достойные дома. Вас попрошу написать комментарий. Подписаться на телеграм-группу. Потому что туда информация выкладывается впервые. И посмотреть до конца данный обзор. Ну и далее обо всем по порядку. Потому что интересного сегодня у нас много. Друзья, дом перед нами уже без моего участия. Калитка пеший проход. Ворота на въезд во двор. Но гараж и, соответственно, стена гаража это правая граница. Но давайте пока что мы осмотримся с преддомовыми территориями. С селом, с улицами и куда мы можем добираться. В общем-то, преддомовые территории, как вы видите, что они достаточно широкие. Люди видно, что подстригают траву. Плюс там еще зеленая следом лезет. Ну и что интересного у нас в селе. То есть у нас практически центральная улица. Вот она п-образная будет. Здесь асфальт немножко старенький. Но до вот буквально недавно поставлено. Видно, что еще стоит техникой. Там плюсом по обочинам стоят бордюры. Улицу полностью облагораживают. По прямой минут за 10, ну 15. Это если брать легкий темп и шаг. Мы упираемся, собственно, в центральные части. Там у нас располагается рыночная часть. Далее больница. Детский сад. Школа. Дом культуры. Магазины. Хозяйственные, продуктовые и аптека. Ну и дальше уже будет остановка на выезд из села. Общественный транспорт. Сюда приезжайте. Можно добираться до Александровского абсолютно спокойно. Либо же на города Кавказской Минеральной Воды поехать. Ну а с Александровского вообще множество маршрутов дополнительно откроется. Если поверните направо, то есть от центральной части, то это будет направление трассы на Светлоград. Вот такие дела. То есть чистая прямая улица. Теперь в обратном направлении у нас улица примерно метров через 500 будет оканчиваться. Там начинается гравийка. И что интересно, через километр у нас будет маленький такой пруд. Ну он такой, знаете, как бы подсохший. Через 3 километра будут частные пруды. Там есть плавание и рыбалка. А через 6 километров вообще находится Грушевское водохранилище. Более крупное. Как я говорил, что у нас кодочки перед домом. Показываю, как и обещал. И возвращаемся конкретно к нашей постройке. Правая граница нами установлена. Справа и слева проживают люди в возрасте 50 лет. Это семейные пары с детьми. Все вполне адекватные, приятные люди. Тут у нас орех. Елки. Еле хотел сказать елки в одно слово. Но ничего страшного бывает. Далее елки еще продолжаются. Качель стоит. Орех. И здесь у нас граница будет заканчиваться вот практически до гаража соседских владений. Ширина и размах вот такая. Не у всех вот настолько вглубь даже уходят некоторые участки и дворы домов, как здесь просто в ширину. Ну а дальше вы все увидите сами. Что касается коммуникаций. Газ, свет, вода заведены. Есть скважина для воды. То есть питье. Ну для хозяйства имею ввиду. Помывка машин, бассейны. Это все прекрасно понятно. Далее. Вот у нас кабель от интернета. Можете оставить ему пользоваться. Дальше уже там протянуть. На сам дом. Собственник его пока что убрал. Ну и в общем-то заезжай и живи. Поближе вам подхожу, показываю. Пока что у нас остались розы. Видно, что вот пионы росли. Но им уже время закончено. Дом. Геометрия абсолютно идеальна. Ввиду того, что здесь плиты все ровно, аккуратно. Поштукатурен дом. Цокольная часть, фундаментная. Также закрыта. Бетонные отмазки. Пролиты. Далее. Отливы дождя. Все стоит. Причем она затекает не под навес. Туда еще дальше к хоздвору. И выходит вот таким вот образом на улицу. То есть у нас под дом вода никакая не затекает. Ну и собственно я думаю, что можно на этом продвигаться вперед. Заходить во двор, скамейки. Не знаю, просто классно. Но вот честно. Сколько я уже смотрю. Дома по Старопольскому краю. Такие варианты попадаются крайне редко. К сожалению. Друзья, если у вас вы продавец в Старопольском крае, Краснодарском, Судовской области, звоните по номерам телефона. Также, если у вас интересные дома. Мы приедем, конечно же, сделаем такой же обзор, чтобы большое количество людей его посмотрело. Естественно, нашелся покупатель. Дом, двор, все в асфальте. Заезд, ну не знаю, на автомобиле легко. Навес, если продлевать хотите, также ваше право, конечно же, прям именно во дворе делать эти все части. Интересный. Ну, у нас еще будут места, вы видите. Окна все пластиковые в круговую. Кондиционер установлен. Он также останется. Никто ничего не снимает, не забирает. Тоже плюс. Существенный причем. Ну и территории гаража. Дальше у нас будет комната отдыха. Можно сказать, что так. Хозяин когда-то делал самогон. Такие дела. Говорит, вот это мое личное пространство. Отделенное от всех. Давайте войдем в гараж. Посмотрим, как он будет выглядеть изнутри. Шлакоблочная постройка. Абсолютно аккуратная. Никаких повреждений, трещин здесь нет. Бетон, пол, все ровно. Высота въезда, друзья, моторосметр 80, это вот так. То есть еще метр точно здесь есть. Если три легковушки до упора ставить, вмещаете легко. Две. И плюс там еще и мастерская у вас будет. Ну а так смотрите сами. Хозяин говорит, вы что, бардак мой будете снимать? Я говорю, у вас отлично. Просто на участке отлично находиться. Все это прекрасно понимается. А все люди где-то, что-то лежит. Потому что живут люди. Вот такой классный гараж. Следом, давайте я, наверное, пока лестница стоит, все же поднимусь под перекрытие, которое сделано, кстати говоря, из дерева. Посмотрите, что оно абсолютно новое и свежее. Посмотрим, сколько пространства у нас будет в итоге еще и в подкровилке. Оп. Не знаю. Для хранения какие-то коробки, что-то такое старое убрать, место в вагон просто. Ну, учитывая, что у нас еще и частный дом и множество хозпостроек. Не знаю, будет ли у вас необходимость ими пользоваться все же или нет. С гаража выходим. Состояние на пятерку. Следом дверь. Как раз-таки в подсобное помещение здесь ларь стоит. Но, не знаю, можно и баню, допустим, будет в итоге сделать. А там уже как ее приспособить? Я думаю, что вы в состоянии сами. Множество идей от наших попичков и покупателей, которые приезжаем, встречаем. Так же слушаю и прислушиваясь к ним. Даже вот потолки у нас ФБСК подбиты. ОБСК, извиняюсь. ФБС-100. Бетон. Помещение так же отличное. Я так считаю. Здесь плита стоит, но газовой прески никакой нет. Это все старенькое. Это что было. Следом проходим в обратном направлении. Ну, единственное, что вот по фундаментной части, как раз мы можем убедиться, что это бетон. Что он в нормальном состоянии, фундаменты. Да и сам дом будет стоять века. Но облицовка немножко подслезла. А так у нас участок, кстати говоря, если там брать дожди, у нас есть небольшой наклон. То есть у нас лужи в центре нашего двора не будут стоять. Они вот уходят туда, собственно, в сторону земельных владений наших. Ну и давайте еще быстренько пробежимся по хозпостройкам. Это вот первая линия. Следом будет еще хозпостройка. И для хозяйства, и для хранения. У нас там еще и мельница будет под зерно, если необходимо. Тут, кстати говоря, еще и колхоз рабочий. Может где-то что-то с зерном какие-то. Скидки для себя найти. Для кормов, я имею в виду. Для себя может быть найти, конечно же. Далее. Еще одна дверца. Курятники. Были и голубятни раньше. Вот такое состояние. Еще одна дверь. Так, здесь чуть-чуть неудобно придавить необходимо. Вот дополнительно. Плюсом выходы. Все спланировано. Не во двор. Свет. Лампочки в патроне нет. Ладно. Но свет вообще заведен. И еще. Можно сказать, что фуражная. Дробилка останется для вас. Отсеки под зерно. Состояние отличное. Ну вот здесь как раз таки будет и видно. Ракушечник. Давайте подсвечу, чтобы было понимание. Плюс он еще мазанка в качестве утепления. То есть ваша жизненность и в зиму будет здесь находиться отлично. Плюсом, друзья, высота потолков. Что мне нравится, я не пригинаюсь. То есть если человек, конечно, будет повыше. Ну, около там двух метров. То, конечно, нужно будет нагинаться. А так, зашли. Поделали все свои дела. Все, что необходимо. И вот таким вот образом. Я вам покажу еще и стропильную систему. Хоз построек. Убедимся в том, что здесь гнилья по доскам. И сырости также нет. И плюсом, ну, тут не знаю. Полноценную мансарду можно, конечно же, делать. Потому что угол взят хороший. И в итоге у нас клада высокая стала. Так, давайте я прикрою. И теперь пройдем чуть-чуть дальше. Пока что мы нацелимся на сторону дома. Терраса. Отлично. Здесь вы можете видеть то, что заменены некоторые шиферные листы. Почему? Раньше вот эти бетонные, знаете, колонны, будки такие были на домах. Их убрали. Здесь не будет видно, но вот с улицы, если вы присмотритесь, когда мы осматривали дома, возможно, с участка я вам покажу, у людей. Остатки есть, но их просто там где-то металлом пшили, где-то убрали. Вода. Все люки здесь находятся. А канализация. Давайте я вам пройду, покажу, где. То есть выход воды у нас идет, вот примерно там в траве, в бурьяне будет. Сама яма. Ее не качают. Эти территории также наши. Вот до самого шифера забора. И теперь давайте с этой стороны также осматриваться. Навес. Ну, все отлично. Высоко, широко, по длине все замечательно. То есть вы свою технику сколько угодно можете здесь спокойно ставить. Если нет необходимости в этом, заасфальтировать, положить тротуарную плитку, сделать такую территорию мангальную, к примеру. Отдых. Жарка-варка. Все, что будет необходимо. Эту сторону дома утепляли. Пеноплекс остатки видно, но чисто уже облицовкой покрыть, да и все. Дальше. Стена. Кажется, как будто еще одна постройка. Так, здесь как мы заходили? Мы заходили вот так. Небольшой хоз-двор. И как раз таки я сейчас приберу маленький камушек. Поймете сейчас для чего. Вот он в стороне от дома, через даже навесы, проезды, находится еще у хозпостройки, где конкретно жидность находится. Вот у нас скважина. То есть сюда уже устанавливаем насосы и все остальное. Слышно, да, было воду? Качаем, поливаем, поим. Хозпостройки также из шлакоблока. Не дурно для сарайчиков. И еще у нас на улицу можно вынести. Отлично. Вдалеке хозяйство само по себе существует. Возвращаемся. На огород мы сейчас немножко с другой стороны пройдем. То есть эти земельные территории также наши. И как вы понимаете, что с соседями люди существуют в полных нормальных условиях. Никаких заборов между участками. Никто, естественно, в вашей посадке не полезет. По этому поводу также можете не переживать. Ну, видно, что земля вспушенная. Посадок не производилась. Трава некоторая появилась. Ее убрать не так уж и сложно будет. Ну, в общем-то, она есть. Это все прекрасно понятно. Что дожди, что-то проходят, все это дело лезет. Тут малина, ряд высажен. Виноград, молдова. Ну, так же проход. Может какой-то стол поставить. Даже когда на участке трудишься, занимаешься чем-то просто перекусить. Сел, перекурить. Класс какой-нибудь попить. Компот свой с участка. Будет классно в теньке. Здесь у нас кран вода. То есть полив участка. Смотрите. Напор. Отлично. Возвращаемся. И у нас еще будет два прохода. На участок к хозпостройкам. Давайте по ним и пройдем сразу же. Давайте продолжим. Одной рукой было неудобно. Неудобно. Все из кирпича, полбетон. В полный рост стою. Учитывая, что у нас идет один скат на уклон. В нижней точке я также в полный рост стою. Отлично. И следом у нас еще есть подвал. Ну вот, здесь лампочки есть. Видно, что работает свет. И в подвале так же. Некоторых просто нужно будет повкручивать. Там хозяйство по факту сейчас не находится. Поэтому и их не ставили. Подвал. Все то же самое. Сухо. Просторно. По высоте. Все хорошо. И у нас еще и в перекрытие бетон пошел. В подвале прохладно. Хранить солку, овощи, все, что необходимо. Нужно. Так, свет я за собой не забуду выключить. Идем в следующую дверь. И еще доп. Помещение. В итоге, что мы имеем? Множество хозяйственных построек капитальных, каменных. Свободное передвижение по двору. Никаких у нас лабиринтов. Гараж. Навес. Скважина. Вода центральная. Выход на огород с разных участков. Хоть слева, хоть справа. Но мы пройдемся давайте отсюда уже. Участок ровный. Здесь по правую границу будет видно вот тропинка такая вытоптана по картошку у людей. Это уже соседские территории. Здесь у нас видно, что укропа, кстати говоря, много. Ну, а там приблизительно вот по шиферу визуально для себя можете очертить. Но там также будет понятно, когда там стояли, было видно. И мы упираемся после земельного участка, который также, кстати, видно, что перекапывался. Он спушен полностью. Трава, конечно же, уходит, убирается. И производится посадки. А здесь мы упираемся в сад. Вишни, черешни. Сейчас пройду еще дальше. Посмотрим, что там будет по деревне. Я пока с конца улицы стоял. Ну, сначала построек. Черешня. Полным ходом вполне хорошая. Здесь у нас груша, яблоня. Это слива. Не знаю, белая, черная. Но яблок, скажу вам, что немало. Давайте походим по траве. Некоторые деревья, видно, что пропали ввиду своей старости. Это также сливы. Яблони отличные. Яблок много. И вот уже дальше будут начинаться соседские огороды. Вот такие дела. У людей, я смотрю, слева-справа, картошки. Много засаживают картошки. Очень много. Если будет необходимо продлить свой земельный участок, я думаю, что это в теории можно сделать. Ну, а на этом мы будем все же возвращаться к самому интересному и, конечно же, этот дом. А вот еще, смотри, черешня облепленная. Давайте даже... Ну, это уже явно будет, что соседские территории. Но пойдемте сходим, посмотрим. У нас, кстати, еще картошка. Вот остатки есть. Растет все хорошо. Главное, что ухаживать и иметь хотя бы элементарные знания, как это все делается. Ну да, она на соседской территории. Но посмотрите, насколько она облеплена. И люди ее не собирают. А вот, посмотрите, помидор, клубника, смородина, малина, хрен. Дальше лук, чеснок, картошка. Все у людей растет. Кто говорит за пустыней, что здесь ничего не прорастает, вот вам пустыня была видна. Будем заходить, значит, с парадного входа и выйдем через террасу. Это уже будет окончание всех наших проходов. Еще раз, навскидку, напоминаю, как это все у нас дело выглядело, откуда мы заходили. И давайте двигаться внутрь. Ну и со входа мы попадаем, естественно, в прихожую. Причем прихожую просторную. Прихожую с радиатором отопления под окном. Отлично. Человек опять спокойно заходит, переливается. Шкафы под одежду. Это все остается. Вот крючки. Плюс у нас, кстати, еще и камеры поставлены на дом. Вы уже это увидите, тоже будут оставаться. Там, где камера уже на подъезд. Пластик, проветривание. Все хорошо. Вперед у нас будет упор в санузел. Это будет конкретно ванная. Туалетки. Я говорю, что отдельно. Свет. Все загорается, работает. Плитка с пола до потолка. Визуально пространство отличное. Стиралка. Раковина. Все вмещается. Плюсом вот здесь стояла душевая. Вы можете ее вернуть либо в пол это все сделать, сделать. Ванная хороших, больших размеров. Ввиду того, что ванная комната просторная. Кажется, как малютка. Теряется даже в пространстве. А так, все отлично. Окна замутненные. Все хорошо. Единственное, что вот по этому окну я вижу сырость есть. Но нужно проветривать. Вот так выглядит ванная комната. Будем идти дальше. коридор, о котором я говорил, что хоть столы и стафии праздники какие-то организовывай. это вот данная площадь. Высота потолка у дома. Ну, я могу сказать, что где-то 2.30-2.40 здесь точно есть. Потолок здесь подбит пластиком. Состояние стен чисто, аккуратно. Отопление у нас также здесь выведено. Ну и давайте слева направо будем по всем комнатам проходить, так как из кухни выход на террасу. Первая арка открыта. Это переход будет в зал. Собственно, вот так он выглядит. Диван. Все остается. Может, со временем и замените мебель, но так, по-первой, вполне неплохая. Пользоваться ее можно так, занавеска. Подожди. Мы посмотрим откосы пластиковые. отопление под... Сейчас. Под каждым окном. Следом окна, выходящие на улицу. Ну и, собственно, наш вид на участок, на двор. И вот таким вот образом мы еще и в камеры можем посмотреть, что у нас там происходит. Элизабель подвесить. И будет еще удобней. Вполне просторный зал. Сбор семьи. Просмотр сериалов, фильмов. Перекусить с кухни, выйти сюда также. Вполне будет комфортно. Какой-то столик в центр ставим и все. Следующая дверь, причем у нас межкомнатные двери одинаковые. Дерево вполне неплохое. Переход. Тут также ламинат. Даже похрустывать немножко. Но тут уже комнату освежили. И обои, видно, что переклеены. И потолок натяжной. Вот у нас творческие люди проживают. Если рассматривать комнату как детскую, где-то у нас будет хозяйская, потому что следующая комната побольше, как я помню. Детскую комнату. Кровать становится, компьютерный стол, письменный стол, вещевой шкаф. Места хватает. В центре место на передвижение есть. Отопление. Под окном все хорошо. Окна также у нас все пластик. И окно положение проветривания также имеет. Хорошая светлая спальня. Уютно. Дверь закрывается. Дверь замутненная. Никто нас не видит. Своё личное пространство. Дальше. Точно такая же дверь. И переход. Ну, можно сказать, что в хозяйскую спальню. Я так считаю. Здесь также натянули потолок. Матовый. Освежили обои. Комната выглядит приятно. Ну и вот смотрите, шкаф. Даже прикроватные тумбочки у нас легко становятся. Где-то комод под вещи поставить. Телевизор на стенку прилепить. Не знаю, там приставка. Кто играет, кто нет. Как хотите. Отличное помещение. Роль спальни выполняется полностью. Отопление все так же. Причем пластины чистые, аккуратные. Видно, что они там не в пыли, их не забросили. Вытирает периодически. Молодцы. Что также характеризует хозяев. Единственное, что мужчина работает. С крупной техникой. Но до участка, до огорода руки не доходят. Но он даже при этом находится в скопанном состоянии. То есть там не земля уже застывшая, как бетон. Траву вычищаем, берем сажаем. Мне нравится ширина участка, что здесь все действительно свободно. И дом конструктив вполне приятный. Следующая комната. Это была раньше ванная. Ну, типа душевой, можно сказать, что так. Стала гардеробная. Также обшире стены в ЭБС. То есть под гардероб 2-3 человек. Ну, там зимняя какая-то одежда тоже сезонно, что будет меняться. Места много. И дальше у нас будет туалет. У хозяина было в планах поставить еще один туалет. Конкретно вот где сейчас находится ванная. Чтобы, если большая семья, было удобней. Ну, а так унитаз. Все чисто и аккуратно. Утоплен он хорошо. Бывало, что встречал, если сесть на унитаз, то коленками в дверь упираюсь. А то и ноги выходят из проема. Видел такое. Честно, был удивлен. Ну, и вот у нас внутренний блок кондиционера виден. То есть по комнатам при открытых дверях. Коридор, кухня. Все будет распространяться. Удобное место нашли для него, для постановки. И еще одна дверь. Уже переход в саму кухню. Ксия самая главная комната из всех домов. Потому что кушаем мы конкретно здесь и готовим. Смотрите, что рабочей поверхности. Именно вот разделка, нарезка, что угодно. Много. Ширина. Все хорошо. Поставить приборы какие-то там, мультиварки. Будет не проблемным дополнительно. И уже конкретно варочные поверхности печь у нас. На четыре конфорки. Состояние хорошее. Духовка. Ну, противень немножко старенький. А так запекай что угодно. Вытяжка над плитой есть. Раковина. Колонка нагрев воды. И территория под обед. Я не знаю, я бы залил, допустим, за телевизором. Брал бы еду и кушал. А здесь так, когда перед работой, перед учебой. Просто перекусить. Потолок подбит пластиком. Пластик чистый, белый. И окна выходят на террасу. Кухня у нас достаточно светлая. Также проветривать мы ее можем с окна. Но у нас еще и дверь рядышком. Второй выход. Это уже так. Если побыстрее необходимо запустить свежий воздух. Особенно, когда готовили, напарило, запахи. Вот открыли, все вышло. И вот таким вот образом. Простенько у нас закрывается этот вход. И в итоге мы попадаем в котельную. Он может сказать, что так. У хозяина год была сушка. Говорит, после зимы с работы, говорит, приедешь. Ноги мокрые. Поставил, все быстро высыхает. И отдельно от всего. От комнат, от коридора. То есть поставили и забыли. Котел оставил старенького фонда. Сосед поменял первее. Но уже пожалел, говорит, лучше бы не менял. Поставили автоматику. Естественно, расход все у нас уменьшился. То есть все экономно. Ну и тут выход будет на ту самую террасу. Кроссовки я оставил на входе. Но мы выйдем. И так. В белых носках. Ничего страшного. Плитка. Место под стол. Отлично. Вот просто представьте себя на данном участке. Что бы вы переделали? Как бы вы его спланировали? Где бы что вы поставили? По мне все хорошо. Отлично. Кто не любит, допустим, землю и заниматься земельным участком? Виноградом, деревьями забили, сделали свой сад и все. Но в любом случае, мне кажется, человек когда-то придет с маленькой грядки к большей и к остальным посадкам. Напоминаю, друзья, котел, прихожая, кухня, коридор широкий, прихожая также просторная, ванная, где можно поставить второй унитаз, гардеробная. Унитаз, вторая комната, ну первая основная. И раз-два спальни изолированные. Зал, можно сказать, что также изолирован. На этом будем выходить на улицу. Друзья, ну, собственно, вот так выглядит наш сегодняшний дом. Если у вас остались вопросы, в описании номера телефонов и собственника, и нашего специалиста. Звоните хоть на тот телефон, хоть на этот. Ну, а с нашим специалистом вы еще и можете обсудить варианты переезда в другие населенные пункты Ставропольского края, а также Краснодарского края, Ростовской области. Смело обращайтесь. Друзья, спасибо за то, что досмотрели ролик до конца. Заходите в комментарии, пишите свое мнение. Всем пока!